Ульяновский архив празднует 100-летие. Проблема с дорожным полотном на Императорском мосту. Женщины в деле. В Ульяновске проходит международный женский форум. Предприниматели вздохнут свободнее. Без документов нет истории, а без истории нет государства и нации. В Ульяновской области отмечают вековой юбилей архивной службы. В рамках празднования столетия были отмечены лучшие архивисты региона, а также представлено несколько новых проектов. Подробности у Ирины Антоновой. В рамках первого регионального фестиваля архивный хронограф по государственному архиве Ульяновской области прошло заседание историко-архивной комиссии по реализации проекта архива «Время событий лица». В мероприятии принял участие глава региона Сергей Морозов. Я напомню известные слова российского историка, академика Евгения Харвера, где документов нет и все, но обе истории нет государства и нации. Архивы являются основой российской государственности, они сохраняют память о прошлом, наши истоки, наши корни, историческое просвещение, дело государственной значимости. И оно должно вестись не только в школах, но и в архивной элите. Губернатор предложил обсудить новые меры поддержки архивистов для формирования архивной элиты, а также запустить новый проект Академии архивной службы. Министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова презентовала программу, посвященную празднованию в этом году 100-летнему юбилею архивной службы. Мы, собственно, уже начали праздновать 100-летие в понедельник 11 марта открытием нашего первого регионального архивного фестиваля «Архивный хронограф». Первый фестиваль стал площадкой по обмену опытом идеями. Архивисты области представили лучшие практики по обеспечению сохранности, комплектованию, широкому использованию архивных документов. По словам министра, основные празднования 100-летнего юбилея архивной службы пройдут в сентябре этого года. В связи с вековым юбилеем архивисты предложили выпустить специальное полноценное издание о развитии архивной отрасли региона. С одной стороны, архивы – это важное связующее зверь между прошлым и будущим, так как содержат подлинную документальную летопись нашего края. С другой стороны, они выполняют широкий спектр функций важнейших сфер в жизни общества – экономической, социальной и политической. Однако, история развития архивной отрасли и архивных учреждений в регионе, которая закономерно привлекает внимание широкой общественности, еще не получала именно комплексного отражения в книгах. Приятным бонусом стала церемония награждения. Нагрудным знаком «Почетный архивист» были награждены ведущий архивист Антон Шабалкин и главный архивист Ирина Курсанова. Наградили победителя конкурса за заслуги в области регионального краеведения, другими словами – Сытинской премии. Наградой удостоены начальник отдела природы Ульяновского краеведческого музея Дарья Карепова. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Может ли одна яма создавать большую пробку с сотнями машин и парализовать движение в городе? Пример с Императорским мостом явно демонстрирует это. В последние дни в социальных сетях особо обсуждается эта проблема. Яма при въезде на первый пролет со стороны центра разрослась до таких размеров, что даже крупные автомобили останавливаются, чтобы аккуратно переехать через нее. Как результат, затор из сотен автомобилей даже в относительно спокойное дневное время. Ближе к вечернему часу пик движение на участке практически парализуется. Женщины в деле. В регионе за последние два года количество деловой активности среди представительниц прекрасного пола выросло в три раза. С такой оптимистичной статистикой в Ульяновске проходит третий международный женский форум. Какое будущее у бизнес-леди региона разбиралась Виктория Черкова. На два дня Ленинский мемориал попал во власть успешных бизнес-леди. В Ульяновске стартовал третий международный женский форум. Семинары и мастер-классы, выставка товаров и пленарное заседание. Программа мероприятия насыщенная. С первого взгляда форум напомнил выставку мастеров. Ульяновские кудесницы представили свою продукцию. Предметы мебели, ювелирные украшения и кулинарные изделия. Одна из очаровательных коммерсантов – Лариса Довголюб. Ее домашний текстиль ручной работы покупают ценители экологичных материалов и изысканной вышивки. Бизнес-форум рукодельница считает отличным поводом показать свой товар, а также найти единомышленников. У нас в городе очень много предпринимателей женщин, которые тоже свои какой-то идеи, концепции. Мне очень нравится мастерская Юлика Четковая. Она занимается декором, штукатурками декоративными. Вместе с ней мы год назад ездили в Париж, участвовали в выставке. Дизайнер интерьера и одежды Марина Эра тоже представила свои работы. На экспозиции она получила деловое предложение, от которого было сложно отказаться. Я еще и нашла себе реализацию через партнеров, которые приехали, по-моему, из Москвы. Им понравилась моя одежда, и мы с ними будем завтра вести переговоры о том, как мне реализоваться на московском рынке. Мероприятие посетили федеральные эксперты. Один из них – Вероника Пешкова, посол доброй воли ООН. Опыт Ульяновской области по развитию женского предпринимательства оценивают так, что область – это один из лидеров на российской арене. И очень приятно видеть на выставке такое количество выпускниц проекта «Мама-предприниматель», по которому область также является одним из всероссийских чемпионов. Руслан Ганединов уверен в том, что с каждым годом женский бизнес становится все более конкурентноспособным. На государственном уровне это заметили и создали особые меры финансовой поддержки. Например, развитие своего дела под низкие проценты от банка. Проект «Мама-предприниматель» тоже оказался востребованным. Он помог расцвести многим ульяновским коммерсантам. По итогам «Мама-предприниматель» до 15% по итогам года после этого курса женщины становятся собственными владельцами бизнесов, проектов. И здесь сегодня на выставке вы можете увидеть, что это такое для нас. Они легко охотно делятся между собой проектами. Наша задача – привлечь тех, которые только задумываются и боятся сделать этот первый шаг. Выставка «Достижения деловых симбирян» плавно перешла в пленарное заседание при главе региона. Обсуждали и бизнес-стратегии, и планы на будущее. Но в самом начале губернатор Сергей Морозов признался, что он гордится нашими землячками. Очень здорово, что вот уже третий раз наш регион становится местом встречи самых активных, самых реактивных, самых творческих женщин. Бизнес-ледей, правда, становится все больше в наших краях. Для сравнения достаточно привести сухие цифры статистики. Если в 2017 году в проекты развития деловой активности были вовлечены более 500 женщин в нашей области, то в 2018 году это уже более полутора тысяч. Скорее всего, в следующие годы прекрасное общество пополнится новыми персонами, если им будут помогать, а не мешать идти к заветным целям. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульянской правды. В продолжении предпринимательской темы. В ближайшем будущем бизнес должен вздохнуть свободнее. Ослабить бюрократическое давление на предпринимателей и сократить возможности для коррупции. Именно такая задача поставлена президентом России. И выполнить ее нужно в сжатые сроки. В областном правительстве прошло расширенное совещание по данному вопросу. В областном правительстве прошло расширенное совещание по теме сокращения государственного регулирования предпринимательской деятельности. Ульяновский регион станет пилотной площадкой, где будут отрабатываться механизмы новой федеральной реформы. Хочу сказать о том, что буквально неделю назад встретились с участием губернатора, по инициативе губернатора, со вновь назначенным заместителем, руководителем аппарата правительства Российской Федерации, любимым Юрием Сергеевичем, который будет курировать, собственно говоря, вот эту реформу контрольно-надзорной деятельности масштабную, которая будет продолжаться вплоть до 2021 года. Ослабить бюрократическое давление на бизнес и сократить возможности для коррупции – главные задачи, поставленные президентом Российской Федерации. Для этого в сжатые сроки будет проведена масштабная работа федеральным центром. Так лицензия станет необязательной для многих видов бизнеса, где только возможно ее заменят стандартизацией, аккредитацией и независимой потребительской экспертизой. Сократят и число проверяющих органов. Однако улучшение инвестклимата зависит не только от федеральных, но и от региональных органов власти. В Ульяновской области разработан план реализации так называемой регуляторной гильотины на 2019-2021 годы. Которые у нас предусматривают ряд мероприятий, это 8 направлений, и они все направлены на переформатирование, тавтологию ряда наших направлений и действий. Участники совещания обсудили 5 шагов реформирования контрольно-надзорной деятельности на ближайший год, предложенных главой региона. В первую очередь акцент будет сделан на цифровизации, что позволит исключить бумажную волокиту. Продолжится работа по классификации бизнесов по категориям риска. Повысят требования к проверяющим структурам, чтобы добиться партнерского контроля надзора. В итоге постепенное разумное упрощение законодательства позволит максимально улучшить инвестклимат не только региона, но и страны за счет повышения уровня экономической свободы предпринимательства. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Научно-исследовательский институт атомных реакторов, более известный как НИАР, отмечает 63-летие. Губернатор Сергей Морозов посетил предприятие и поздравил работников с праздником. Сегодня научно-исследовательскому институту атомных реакторов исполнилось 63 года. Торжественное собрание прошло в Димитровграде. Поздравить сотрудников прибыл губернатор Сергей Морозов. Градообразующее предприятие было создано 15 марта 1956 года по инициативе академика Курчатова для инженерных и научных исследований в области атомной энергетики. Сегодня это крупный научный центр, один из предприятий-лидеров в атомной промышленности. В своей поздравительной речи губернатор отметил, что в ближайшее время будет создан документ, по которому вся прибыль, заработанная НИАРом, будет оставаться в бюджете Димитровграда. Мы и так, из регионального бюджета, из 2,6 миллиарда рублей, а бюджет города Димитровграда 2,6 миллиарда с небольшим миллионом рублей, чуть больше миллиарда рублей возвращаем в город. Также глава региона отметил, что вместе с главой ФМБА Владимиром Уйбой готовят обращение в Федеральное собрание Российской Федерации о включении Димитровграда в национальный проект здравоохранения. Вы знаете о национальных проектах, вы знаете об огромных объемах финансирования, которые направляются из федеральных и региональных государственных бюджетов на развитие образования, здравоохранения, экологии, дороги и многие-многие другие направления. Но если по всем остальным направлениям, кроме здравоохранения, мы и города Димитровграда выделим колоссальные финансовые ресурсы, в том числе на строительство объездных дорог, ну и на ремонтные работы. После НИАРа Сергей Морозов провел рабочую встречу с главой Меликевского района. Обсудили паводковую ситуацию в муниципалитете. Несколько сельских поселений около рек Черемшана и Авролей находятся в зоне возможного подтопления. Поэтому в случае неблагоприятного исхода в районе запланированы взрывные работы. Сегодня мы в ежедневном режиме это мониторим. Толщина льда у нас достаточно сегодня пока не критическая. Она колеблется от 37 до 42 сантиметров. То есть критического пока мы сегодня не наблюдаем. Затронули и подготовку к весенним полевым работам. По словам главы, семена подготовлены и техника работает исправно. Далее глава региона встретился с представителями администрации Димитровграда. Главным вопросом стал повышение качества оказания медицинских услуг, в том числе подготовка к открытию Федерального центра атомной радиологии. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды. В сентябре этого года в Ульяновске пройдет Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСа. Пока взрослые готовятся к проведению столь масштабного мероприятия, дети решили не медлить и провели свой фестиваль. Подробности у нашего корреспондента. Маленькие ульяновцы решили провести свой фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Мероприятие прошло на базе детского садика номер 100 в Новом городе. Кроме воспитанников самого учреждения, участниками стали ребята из детского сада номер 31. В фойе гостей встречали национальными блюдами. Здесь и мордовский каймак, и татарские костыбы, и чувашский хуплу. Готовить вкусности дошколятам помогали мамочки, которые также примерили на себя национальные наряды. Я считаю, что для детей это важно, чтобы они знали свою культуру, свои традиции, истоки, потому что многие дети уже не знают, откуда они родом, какая у них национальность, и иногда даже, можно сказать, стыдятся этого. После дегустации перешли к главной части фестиваля – национальным видам спорта. Ребята соревновались в перетягивании каната, беге с кромыслом, борьбе мешками на бревне, эстафете и шашечном турнире. По словам организаторов, состязания были подобраны таким образом, чтобы дети продемонстрировали свои умения в видах спорта основных народностей, проживающих в регионе – русских, татар, мордвы и чуваший. Мы живем в многонациональном государстве, и очень важно детям прививать любовь и уважение к народам, которые проживают с нами вместе на одной территории. Большим подспорьем в этом выступают именно детские сады и мероприятия, подобные сегодняшнему, которые наглядным образом демонстрируют, что же такое единая дружная семья, что такое понятие, как дружба народов. Это очень важно. После окончания соревнований участников ждал мастер-класс, где опытные педагоги научили детей делать национальные обереги. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин